Здравствуйте, мои зрители! Устанавливаю камеру и постоянно у меня не получается нормально установить камеру, но ничего. Вечером всегда устанавливаю, потому что отключают свет у нас, и хоть при свете, который свет светит, потому что днем пасмурно, свет тоже не очень хороший, потом свет отключают, чтобы добавить свет тоже невозможно. То, что есть, то и записано. Так, ребята, я вам покажу, как я делаю вегетарианскую, молочную, но все равно вегетарианскую, без яиц, без масла сливочного, сырную запекалку. Я беру, значит, творог. Вот обычный, обычный творог есть такой, знаете, большими хлопьями, а я покупаю вот обычный. Обычный творог. Чем меньше он зернистый, тем он лучше идет. Где-то беру грамм 300 для запекания. Знаете, беру не самый дорогой творог. Такая разница для запекания, оно подойдет любой. Так, грамм 300 где-то так я взяла. Так, творог грамм 300 взяла. Вот такая у меня формочка. Я формочку купила. Эти формочки, знаете, вот для видео хочется как бы более чистую формочку. Вот я новую купила. А так эти гелевые формочки, они же тут же, пока да, раз, два, три, пять заготовила, они же тут коричнево покрываются. Вот надо в это выпарить. Все равно оно цвет меняет. Ну, пока новенькая формочка интересная. Так, вот смотрите, здесь как раз вот грамм на 300 на творог, чтобы, ну, не на небольшую порцию. Так, пусть она стоит. У меня тосер. Сейчас я его уберу. Вот. Так, значит, что я добавляю в этот творог? Вот грамм 300 творога. Немного. Значит, у меня вот распушиватель. Я купила большую банку распушивателя. И в большой банке держу этот распушиватель. Так, я добавляю где-то, ну, вот чайную ложку вот такую где-то с горочкой. Можно чуть-чуть больше. Вот если больше добавляешь распушивателя, такой, знаете, какой-то привкус бывает. То есть, ну, здесь грамм 5-6, наверное, получается. Вот такой чайной ложки. Вот. Так, это мы добавили. Так, добавляю теперь сахар. Ну, сахар, вы знаете, ну, скажем так, я на глаз добавляю, но на всякий случай вам покажу, сколько примерно... Специально прозрачную штучку взяла. Так, стаканчик. Так, примерно сейчас я вам скажу. Ну, тоже, ну, где-то вот так. Вот. Тоже я все делаю на глаз, потому что я не люблю очень сладкую. Так, еще чуть-чуть добавляю. Мне не нравятся сладкие запеканки. Прям вот такие, знаете, чтоб прям вот один сахар был. Мне такое, чтобы не такая слишком сладкая была. Можно добавить изюм. Изюм, как правило, знаете, заливается кипятком на 5 минут. Потом берется этот изюм и кидается тоже в эту смесь. Так, теперь мы берем ванильный сахар. Вот, ванильный сахар. В пакетик я добавляю обычно один пакетик. Так, так сказать, убираем. Так, и добавляю еще немножко ванилина. Ванилина чуть-чуть тоже добавляю, потому что когда много добавишь ванилина, ну вот, то тоже идет такой, знаете, такой, как... В ваниле она тоже может горечь давать. Так, значит, мы вот это все добавили. И еще я добавляю, покупаю вот такой спрэд называется. Ну, спрэд маргарин. Это не маргарин, а именно спрэд такое. Как вегетарианское масло. Пачка недорогая, но оно мягкое. Он очень такой нежный, вкусный. И в холодильнике оно не застывает. Но получается, ну, такое, видите, мягкое. Тоже на глаз там грамм сто уложу, не больше. Оно на вкус вкусненькое. Такой нежный-нежный. Это в магазине обычно продается. Можно даже... Знаете, стоит 30 гривен. Здесь 250 грамм. Ну, вкусный, вот сам на вкус очень вкусный. И вот эту получившуюся смесь, начинаем ее мешать все. Вот. Мы так мешаем, мешаем эту смесь. Здесь вот это масло, которое мягкое, мако. Оно тоже размешивается вместе с творогом. Потом оно там растаивает. Получается очень такая смесь. Очень такая интересная смесь. Вот. Можно ложкой мешать. Ну, вы знаете, я лучше всего рукой размешаю, вот, честно. Оно как-то так... Ну, каждый по-разному, знаете. Кто-то там, вот, миксером разобьет. А мне вот лучше вот руками. Знаете, когда женщина готовит руками, еще такое... Если хорошее настроение у женщины, то вся ее энергия передается в продукт. То есть вы вкладываете туда жизненную энергию свою. И чем духовнее человек и чище, то его приготовленная еда, она очень такая, знаете, аж сладкая. Вот, знаете, бывает, что вот приходишь в монастырях, кушаешь, и вроде как бы обычная еда там... Вот обычный пирожок какой-то, но он такой вкусный, потому что готовили ее такие, ну, там, молитвенники. Там другая энергия, и эта энергия передается продуктам питания. Вот. Ну, это она такая получается. Сейчас я почищу немного руки. Знаете, если вы готовите с плохим настроением и с плохой такой энергетикой, знаете, то вот больная вы готовите, то у вас вот все вот передается, вся энергия передается вот еде, и получается даже как-то и невкусно, и оно подгорает. Ну, короче, вообще, сразу это ощущается на вот, именно на еде. Вот, говорю, буквально, какую-то булочку сделаешь, испечешь, ну, такой вкус, что вот хочется есть и есть. Так, ребята, значит, я размешала это все. Так. Теперь вот в эту красивую формочку. Можно ее смазать под солнечным маслом, а можно и смазать, но все-таки, вы знаете, я все-таки смазываю маслом. В принципе, можно не смазывать, потому что она все равно не подгорает, в этих формах гелевых, не подгорает она. Ну, так, на всякий случай, чтобы она более зарумяненная, что ли, была. Вот так. Не смажем. Поэтому, девочки, кто хочет, чтобы угодить мужу, скажем так, да, или всем гостям, которые к вам придут, чтобы они похвалили вашу еду, делайте с хорошим настроением, с хорошим, знаете, вдохновением. И тогда гости будут рады вашей еды. А когда вы, знаете, делаете такой, лишь бы что-нибудь наделать, все равно придут, все равно все съедят, это не прокатит. Это не по этим делам, девочки. Поэтому, вся ваша энергетика, она вся туда передается, вся. Хотите вы, не хотите, она вся передается. И вот эта смесь потом я выкладываю в форму. Выкладываю в форму. и потом ее вырваю. Она у меня получается, знаете, густая, и там вот это масло, которое, это спресс, которое я добавляю, он добавляет ей, знаете, как нежность, что ли, нежное такое состояние. заливаю, чтобы она не застыла. И вот аккуратненько размазываю все это, чтобы оно, знаете, так не комком оно было, а ровненько в форме. Я так думаю, видно, что там, да, вроде ухо там нормально сделали. Вот. То есть аккуратненько все размазываем. Оно уже, знаете, только намешало, можно есть уже. Такая вкуснятина получается. А еще, знаете, я делаю так, когда я все положила, все, вот форму, все, я еще, знаете, прошу домового, чтобы он последил за моим пирогом, вот, и сделал из него вкуснятину. Потом эту вкуснятину я делюсь с домовым. Вот. У меня на подоконнике есть вот тарелочка. Сейчас я вам покажу. Вот. Тарелочка. В эту тарелочку я угощаю домовых, чтобы он охранял дом. Почему два кусочка? Потому что у меня вот в эту квартиру домовую, я уже столько лет его выращиваю, вот, чтобы он охранял меня и мне помогало. И второй кусочек, это когда я продавала квартиру, вот, то я там от того домового забрала к себе домовую. То есть, я поставила тапочки и сказала, домовой, домовой, поедем-ка со мной. Может, это для кого-то смешно, но я в эти вещи верю, мало ли что верю, я это вижу. Когда в состоянии полусна находишься, у меня уже было такое, что он сидит, вот, сел как-то на грудь этот домовой и начал на меня дуть. Вот такое, вот, понимаете, кошка, кошка его чувствует, это домового. и начинает там, где он находится, начинает так вот, она играться, не шипит, она не шипит на него. У меня что, старая кошка была, что это, она вот, она видит, но играется только. Так что, домовые, они всю жизнь охраняли наши дома, вот, и поэтому я призываю этого домового. И кто, кстати, кто хочет увеличить свой, как бы, заработок еще, тоже надо выкармливать этих домовых. Знаете, я даже читала книгу о том, что одному мужчине, он не верил этому, сказали, что вот, походи по старым домам разрушенным, и люди не забирают этих домовых. А домовые, это такая вот штука, вот, как энергетическая, она хочет, что завести, не хочет, но в любом случае, оно там в этом доме, где вот построили квартиру, она сгусток там появляется. Если ты хочешь его, как бы, подкармливать, то можешь его подкармливать, он будет охранником твоего дома. И люди в это же не верят, раньше верили это все. Вот, и подкармливали домовых молочком, конфеткой, они вот любят такие булочки, вот любят, не мясо кусок, понимаете, а вот именно такое сдобу они любят, и сладкое любят. И он в это дело поверил, потому что у него был какой-то бизнес, и этот бизнес сильно не развивался, и он начал ходить по старым разрушенным домам, и собирал, значит, ну, приходит в старый разрушенный дом, и говорит, домовой, домовой, ну, поехали со мной, и тапочек ложит. Вот, и он говорит, я столько домов обошел, и всех домовых собрал у себя дома, вот, и в итоге, говорит, я, говорит, их начал видеть даже, потому что их настолько много развелось, что он начал их видеть, это, в своем доме, и у него везде по квартире стояли тарелочки, он их подкармливал, подкармливал, вот, и у него начался бизнес про это самое, как расти, вот, так что вот, кто-то возьмите себе на заметку, кто-то подумает, что это типа нечисть там и тому подобное, знаете, не нечисть это все, вся наша правда, и наша славянская история, в наших сказках, в мультиках, вот, читайте, домовые есть, были, всегда, вот, и с ними связано очень много историй, они действительно помогают, вот, так что, я вам даже расскажу историю одну, ой, по-моему, это Андропов еще был, правителем Советского Союза, помните Андропов, да, ну, вот, с ним такой случай запечатлела, одна знакомая его рассказывала, когда-то в молодости, он, по-моему, где-то в селе там, родился, жил, и семья была такая необеспеченная, и он хотел, чтобы его семья, ну, не его семья, а чтобы он в этой жизни, как бы, добился, ну, большего, чем добились там его родители, да, родители просто жили себе, как многие люди живут, и мы посоветовали, значит, обратиться не к домовому, знак Аркадного, а ты, говорит, обратись к баннику, и нужно, там было провести определенный ритуал, там, как-то, по-моему, на полнолуние, ну, это, знаете, кто захочет, то найдет в интернете, вроде как на полнолуние ложится, это самое, тарелочка с молочком, с булочкой, говорится там определенные слова, и домовой или банник, он может к вам даже выйти, вот, и вот он тоже, ему сказали, в какой-то день там определенный, какой-то там, типа, какая-то, знаете, вот, по-славянским вот этим вот, он пошел вот в баню, у себя в доме, в частном, сделала так, как ему сказала знахарка, и ему явился банник, он говорит, он его, как бы, ну, чуть-чуть видел, там, в темноте, но видел, а не как вот прям, все думают, если явится, значит, вот, явился воплоти, как человек, нет, поймите, духи не являются так, и я вот тоже, сколько своих, это видео рассказываю, о том, что, типа, я вот видела там маму там свою, да, оно появляется, как дух, как прозрачная пелена, вот, как пелена такая, знаете, ну, ты понимаешь, что это, кто это перед тобой стоит, очертания там человека, все это, есть понимание, и вот он вызвал банника, и банник ему сказал, что вам нужно пойти к такому-то богатому человеку, прислужить его, и когда вы будете к нему прислужить, у него с вытянут депутаты там, и все, и вы дойдете очень больших высот, он пошел, начал вот это вот с низкого, это самое, ну, как прислугах, вот, потом он его вытянул, вытянул, вытянул этот, богатый, это как бы путь к верхушке туда, потому что верхушку у нас, вот просто так, человек с улицы же, никто не возьмет, это надо пройти определенные этапы, вот, может даже очень много слез поглотать, понимаете, дерьма нахвататься, от того, что тебя будут унижать же, что ты будешь как прислуживать этим богатым, вот, и вот он добился, он же правил у нас какой-то период времени, вот, пожалуйста, это вот как бы из истории, эта история написана очевидцем, его знакомым, которого вот как бы брали интервью, и она вот такое рассказала, что у него вот в жизни был такой вот вариант, вот, это вам как бы, вот, скажем так, вечером за столом я как бы готовлю вечерю, ужин, да, на запеканку, вместе с ними я вам рассказываю что-то такое интересное, какие-то вещи, вот, так, ребята, сделали мы вот такую сырную запеканку, теперь я эту сырную запеканку ставлю на 180 градусов, у меня электрическая духовка очень хорошая, мне газовая как-то, знаете, не очень нравились, у моей мамы газовая была, как-то так не очень, вот, а электрическая, вот я вообще с таким удовольствием я все готова в электрической духовке, вот, и вот это вот ставлю минут на 15-20, вы знаете, вот даже смотрите, чтобы до 30-ти не дотягивалось, потому что оно может быть вот как-то, знаете, вот, чтобы не подгорело, вчера я чуть-чуть попозже вытащила, вот там, сейчас я попозже вытащила, оно чуть-чуть, знаете, так сильно зарумянилось, вот запеканку не надо, она будет такая, знаете, как мягкая внутри, потому что ножичком ткнете, она вроде как мягкая будет, а по факту, она когда остывает, это же творог, он застывает, и получается вкусная запеканка, сверху я еще подсолнечное масло можно смазать, кто-то там яйцом, вот знаете, а я яйцом просто не пользуюсь, вот, я уже вам говорила, что я как-то без яиц, сама яйцами торгую, да, эти по магазинам, вот, а сама яйца не потребляю, а масло вот обычное, рафинированное, для чего оно, для того, чтобы, ну, получше зарумянилось, знаете, вот, и вот это все, сейчас я включу духовку, можно духовку заранее было включить, что-то я пока не включила, потому что она у меня с конвекцией, вот, и чтобы не было шума для видео, поэтому я ее как-то заранее не включила, ну, ничего страшного, она быстро нагревается, пару минут, и там, температура нагревается, так, я ее выставляю, вот, ребята, и вот, буду следить за тем, как она у меня, как бы, сготовится, таким же макаром, таким же макаром, можно, знаете, не только вот творожную запеканку делать, можно делать манник, я еще так делаю манник, то есть вместо творога, я ложу манную крупу, почему я так делаю, потому что сын у меня, например, ест маленький, вот, он как-то отказался мне от молочки, и не ест творог, я творог ем, и так вот, знаете, и молоко так иногда пью, не сказать, что прям я прям приверженна с этого всего, вот, ну, и молочные продукты мои, как бы, в моем обиходе, они присутствуют, потому что у меня организм иногда даже, ну, требует выпить стакан молока, я даже сама не понимаю, когда, ну, или ряженку там взять, ну, так не часто, но такое бывает, вот, дальше ставлю сейчас на, поставила в духовочку, ну, через 15-20 минут, я вам покажу, что у меня получилось, вот, а мои, как бы, рассказы, может, кому-то они интересны, а, я забыла сказать, домовой главой, помоги мне, чтобы она не подгорела, и была у меня румяная, я тебе потом угощу кусочком этого запеканки, вот, я вот так всегда, кстати, даже когда я дома делаю, иногда паски пеку, не каждый будет, когда есть настроение, ну, сейчас наша ситуация, я, как бы, не сильно так пеку, а так, в основном, пасочки тоже стараюсь дома печь, и я всегда приглашаю домового, чтобы он меня посмотрел за теми пасками, вот, и вот, когда я не приглашала, они у меня не получались, эти паски, а вот, когда попрошу, чтобы я не посмотрела, вот, понимаете, такие паски хорошие получаются, по, не, не дрожжевые вот эти, вы знаете, вообще, а я же такую еще вегетарианскую, тоже без яиц, а там немножко по-другому все идет, эти пасочки, вот, и вы знаете, очень довольно-таки хорошие паски у меня получаются, вот, если мои вам истории интересные, пишите в комментариях, там дело в том, что YouTube считывает вот эти, то, что люди пишут в комментариях, он считывает, тем больше комментариев, тем, значит, это видео, оно интересное, оно начинает его продвигать, вот, и, кстати, я хотела еще, знаете, сказать, там некоторые заходят на мой канал, ну, те, которые мои уже зрители, они уже, ну, нормально, у меня, в принципе, на канале нормальные мои зрители, нормально смотрят, сейчас еще время такое, знаете, все общаются через YouTube, ну, через соцсети общаются, уже мало кто сидит на лавочках, вот, общение происходит через соцсети, в принципе, я говорю, меня, как бы, мои, эти самые, слушатели, которые смотрят, они нормальные там комментарии пишут, но есть какие-то, знаете, видно, залетные там что-то попадают, вот, смотришь, одна и та же, заходят, напишут какую-то ерунду, и, это самое, и смотрят на меня дальше, спрашивают, чего ты на меня смотришь, если я неинтересна, ну, и еще такой момент, вот, я почитала комментарии ваши, не буду отдельное видео записывать, я просто в этом видео скажу, что там, типа, я предсказывала, в ноябре месяце, октябрь, ноябрь, какие-то катаклизмы, такие природные, помните, был такой, он есть сейчас, типа, как просветленный, нахуй, живет на Бали, и он рассказывал, возле Бали, там, самый центр такой, вот, оттуда, типа, пойдут вот эти катастрофы, вот, и одна мне пишет, ну, что, подтвердились ваши катастрофы, но вы знаете, каждый ожидает свою катастрофу, вот, если посмотрите, конец октября, ноябрь, это вы увидите, в Америке ураган был, и, и неважно, кто его там организовал, не организовал, климатическое оружие, или еще что-то, он был, был, затоплен не было, было, ну, просто, вы, наверное, ожидали так, чтобы вообще там люди все погибли, ну, зачем такое ожидать, вот, это всем руководит, как бы, Господь, кому погибнуть, кому не погибнуть, это же, знаете, это сам, это высшие силы этим руководят, какой силой сделать этот ураган, и в этот момент, очень много затоплений произошло, я вам говорила, что тоже там по Европе будет это все затопление, да, посмотрите, в Испании, Валенсии там затопление, по Европе, крайне, вот, возле моря, полно затоплений вообще, если вы это самое, возьмете это, как, посмотрите, середина октября, вот, да, по сегодняшний день, вы увидите, какие катастрофы, вот, именно, в этом пятачке, скажем, с этой стороны, где находится вот остров Али, сколько там произошло, просто, если действительно ваши ожидания не оправдываются, так я, наоборот, говорю, слава Богу, что я не на такой мощности, да, есть, как бы, которые попали, и уже, как бы, перешли в другую мерность, но, как бы, не так суждено, слава Богу, потому, потому, что, у меня же, сон, года три, наверное, назад, тоже запрашивала, я вам, по-моему, рассказывала в каком-то видео, о том, что, во сне я оказалась на каком-то заседании, там, наверху, да, вот, и там очень много что-то разбирала, и все, я видела, что это вот духи, они вот там, как бы, такие обсуждали, что сделать землю, потом сказали, что, как массовый такой катаклизм, как нам говорят, что, вот, затопился, иной в ковчег один остался, такого не будет, будут вот эти вот, затопления, затопления, то есть, они сказали, как, земля идет по мягкому сценарию, а мягкий сценарий, это вот эти вот мелкие, ну, вот эти затопления, то есть, не смывание полностью всех жизней, и всей территории всего мира, а именно вот такими затоплениями, поэтому, не надо мне писать в этих комментариях, а посмотри там, а ничего не сбылось, это у вас не сбылось, а по факту оно свершилось, вот и все, по факту оно свершилось, просто, если вы не хотите внедряться в анализ, и лазить по ютубу, где что произошло в этот момент, но вы знаете, очень много, что произошло, очень много, очень много землетрясений, много затоплений, ну, то есть, очень много всего произошло за этот период времени, то есть, ваши ожидания, это ваши ожидания, вот и все, это то же самое, как у меня, знаете, к примеру вам приведу, сходили с мужем, пару дней назад, сейчас у нас зима наступила, у него постоянно ноги вяжут, вот мы пошли, купили, значит, носки, за 600 гривен на дни, с какой-то ниткой там определенной, вот, и купили еще, типа, не ангора, а какой-то козел, который, самый теплый шерсть, господи, она как-то так называется, даже в интернете, она написана, это самые теплые носки должны быть, 250 гривен они стоят, в этом магазине для рыболовства, вот, там они, как бы, в горы в этих, тренинговые какие-то носки, что в горы можно идти, нога, типа, будет теплая, ну, вот, какая-то вот эта овца, самый теплый шерсть, в мире, все, там, прям реклама такая, зашли в интернет, посмотрели, там такая реклама, куда ж там, понимаете, вот, а у нее работа, что он на улице, если он там находится, по работе, вот, он одел эти носки, хорошие ботинки такие осенние, пришел и говорит, а ноги все равно займешься, то есть, он ожидал, если он заплатил деньги, и заплатил не 3 копейки, не 50 гривен, а 250 и 600 гривен, значит, эти носки, они должны, знаете, как к ногам батареи привязаны, и бесконечно они как бы, и только греть вот эти ноги, ну, такого же не бывает, я ему тоже сказала, ожидания твои не оправдаются, это все как бы, да, эта шерсть, она теплая, да, она теплее, там, чем Монгора, там, еще что-то, но она не будет так согревать, чтобы у тебя ноги находились, как в валенках, теплые, 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 чтобы вообще не остывали, ну, нет, такой обуви, я не знаю, там, может быть, вот эти вот, бурятые, не бурятые, как их там, господи, в тундре, которые живут, может, у них есть что-нибудь такое, я не знаю, они там натурально, это самое, шерсть одевают, но у нас такого нет, ну, разве что стельки там на аккумуляторах, ну, вот это вот может вот так вот согреть, держать вот это тепло, и то это надо использовать как-то, вот, то есть, желание купить эти носки, и огромное желание сделать, вот они самые теплые будут, и так, и мужчины, которые нам продавали, они же так рекламу такую мы сделали, я стою так в стороне, смотрю, думаю, блин, ну, 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 пусть покупает, я же не против, пусть покупает, его вот это вот, воображаемое желание, не совпадает с действительностью, понимаете, вот, поэтому, а человек, который там написал, это его ожидание, вот, а по факту, оно совсем по-другому происходит, так, ребята, ждем, когда у меня там запечется, и я вам, чтобы сократить такое видео, не разговаривать с вами еще 10-15 минут, я просто потом его добавлю, и все, так, не прощаюсь с вами пока, потому что я вам буду показывать запеканку, как это, ну, такой, знаете, вечерний разговор, у меня с вами состоялось, освещение, конечно, у меня вот люстра тут висит, вот, и она мне как-то так, скажем так, не студия у меня, звукозаписи, видеозаписи, все, пока, ребят, я, наконец-то, вот, пожарила запеканка, вот, я ее не буду вытаскивать, она должна, так как здесь нет муки, можно сделать с мукой, еще чуть-чуть добавлять, она более плотная будет, это я запекла, в основном, творог, именно творожная запеканка, без муки, минут через 20-25, она становится такого вида, и она очень хорошо отделяется от краев, вот видите, очень-очень неплохо отделяется от краев, но для того, чтобы вытащить ее из формы, надо так, чтобы она полностью остыла, вот, когда она полностью остынет, тогда ее можно спокойно вытаскивать, вот, я просто, знаете, как делаю, не буду сейчас ее вытаскивать, потому что ее, чтобы она остыла, у меня вот такая тарелка есть, я вот так вот нагибаю, и потом, бах, и переворачиваю, и получается, у меня она очень, очень-очень даже, ну, я не знаю, прям, она горячая, надо так, чтобы она остыла, хочется, конечно, ее сразу перевернуть, посмотреть, в то же время, можно не только на такое, а еще такое блюдо любит, попробую, конечно, перевернуть, о, знаете, получилось, получилось, так как у это, ну, знаете, надо было все-таки ее остыть, чтобы она остыла, вот такого вида у меня получилась, я ее сильно не запекала, кто хочет, может, Маня, отойди, вот, кошечка моя залезла, я чуть мне не вспихнула, моя всю запись, вот такая у меня получается запеканка, кошечка, вот, потому что хочется, конечно, сразу же ее отрезать, вам показать, нет, я ее не буду отрезать, потому что она горячая еще, вот, она в таком виде лежит, это самое, должна постоять, остыть, и тогда эта же творога, получается, он так, спекся, и когда нарезаешь его, получается кусочками, когда добавляется мука, я в следующий раз делаю еще с мукой, вам покажу, с мукой оно сразу же, да, тоже не сразу, знаете, тоже в любом случае запеканка, она должна будет, это, ну, как бы, остыть все равно, потому что творог, это вот такая масса, кто-то еще яйцо добавляет, я без яйца делаю, оно должно остыть, и застыть, как масло сливочное, знаете, вот, дальше, кому интересный рецепт, пишите, но это вкусная штука получается, вообще, вкуснятина такая, ребята, что, вот, ну, так что, поговорили мы с вами, и заодно я запеканку сделала, до следующего нашего вечернего, эфира, всех люблю, целую, а заходите на мой канал, заходите на мой канал, у меня два канала, из-за того, что у меня отключали монетизацию, я сделала дополнительно второй канал, там тоже уже набралось количество подписчиков, на монетизацию, но больше раскручен у меня, вот, основной канал, Наташа Светлая, вот, Наташа Светлая, там больше по количеству подписчиков, конечно, больше количество просмотров, вот, но сейчас мне включили там монетизацию, где-то у меня месяцев 7-8 не было монетизации. Так что, ну, на всякий случай, если вдруг что-то, чтобы меня не потерять, заходите на мой второй канал Наташа Светлая Влог. То есть, получается, Наташа Светлая там в основном, как бы, у меня такие предсказательные прогнозы для знаков зодиака. А Наташа Светлая Влог, там я рассказываю про свою обычную жизнь. Там у меня есть ремонт, мы делаем. Запеканку я тут делаю. То есть, ну, заходите там и там смотрите. Там, конечно, мало еще подписчиков, потому что я не сильно как бы, ну, и занималась этим каналом. И только недавно я его открыла, этот канал. В связи с тем, что, говорю, перекрыли мне монетизацию, я его только открыла, потому что он не совсем свежий. Там в конце видео даже есть переход на мой канал. Ну, можно просто набрать Наташа Светлая Влог. Влог это, как бы, ну, ежедневный вот такой называется. Так, что я вам еще хотела сказать? Ну, в принципе, все. А всех люблю, целую. А вот, что вспомнила, что хотела сказать. У меня же, я же теперь еще стала в ТикТоке зафиксировалась. Тоже Наташа Светлая. Ну, там я иду, как Наташа Светлая. Вот. Так что есть видео в ТикТоке. Я тоже только недавно осваиваю эту платформу социальную. Ну, как бы, есть, заливаю туда. У меня есть, конечно, немножко в Фейсбуке. Ну, в Фейсбуке так. Я сильно Фейсбук не веду. А вот ТикТок уже, как бы, так начала так осваивать. Мало там, конечно, видео, но все равно. Там, конечно, интересная платформа. Там она не оплачивается. Ну, просто сама по себе интересная. Хотя, говорят, тоже скоро включат монетизацию. Там, по-моему, в Германии есть монетизация. Ну, в нескольких странах. В Америке есть монетизация по ТикТоку. Вот. Ну, там другие способы заработка есть. Ну, у меня пока как чистая платформа. Пока там и подписчиков мало. Вот. Ну, только-только осваиваю эту, как бы, платформу. Так что, всех люблю, целую. Всем пока. Я уже попрощалась, но напоследок, смотрите. Все-таки я разрезала. Вот она уже подостыла, пока я с вами разговаривала. И вот такими кусочками. Она очень нежная. Ее, конечно, надо, знаете, вот. Так в руки особо не возьмешь. Ну, когда она, может быть, остынет твоя, можно взять. А так будет. Очень вкусная запеканка. Как, знаете, так в садике. Дают деткам. Вот. Так что, пока я с вами прощалась, она подостыла. И можно было вот... Ой. Еще пока. Вот. Можно вот так вот. Она режется спокойно. Вот видите. По этим звездочкам она спокойно режется. А потом, ну, вот такую лопаточку берете. Вот, пожалуйста, порционку. Ой, ребята, вкусная. Вот такая красота. Все, не буду прощаться, потому что я уже с вами попрощалась. Всем пока. Продолжение следует...